Салям алейкум. Когда нужно делать гастроскопию и колоноскопию? Могут ли эти исследования быть комфортными? Как к ним правильно подготовиться и как правильно выбрать врача? Сегодня поговорим с врачом-эндоскопистом Юсуфом Якубовым. Хошкильден и Юсуф Кайбулаевич. Итак, скажите, пожалуйста, что такое эндоскопические исследования и когда их назначают? Салям алейкум. Сегодня я хочу предложить вам формат беседы, диалога, когда мы не будем использовать много медицинских терминов, а постараемся все эти проблемы описать простым языком для того, чтобы каждый наш слушатель понял, о чем все-таки идет сегодня речь. И поэтому заранее прошу прощения у наших слушателей-медиков. Если спросить о том, что такое эндоскопия для обычного человека, то это та процедура, когда доктор берет шланг и вводит его через ротовое отверстие в желудок и его осматривает. Отчасти это действительно так и эта процедура называется ЭГДС. Если речь идет о толстой кишке, то процедура называется колоноскопия. Если вопрос стоит о том, чтобы осмотреть тонкую кишку, то это видеокапсула. Многие сегодня говорят о капсульной эндоскопии. Что это такое и лучше ли она обычной колоноскопии? Видеокапсульное исследование – это действительно современный вид исследования, который дает возможность оценить внутренний мир человека, но для ее проведения есть конкретные показания. И у этого исследования есть свои минусы. Какие могут быть показания для проведения видеокапсульного исследования? Во-первых, это источники кровотечения, которые не установлены. Тогда, когда была выполнена гастроскопия, когда была выполнена колоноскопия и заведомо человек знал, что у него есть источник кровотечения, он видел кровь, тогда есть необходимость обратиться к видеокапсульной процедуре. Есть еще заболевания воспалительного характера, такие как болезнь крона. Для его подтверждения или для того, чтобы оценить его течение, необходимо выполнять эту же видеокапсульную процедуру. Или если есть подозрения на новообразование тонкой кишки, других методов, которые могли бы достоверно и легко показать тонкий кишечник, не существует. Есть понятие тонкокишечного исследования с помощью эндоскопов, но это редкая процедура, которая выполняется в крупных центрах. Видеокапсула сейчас доступна и ее можно выполнять, но нужно помнить лишь о том, что видеокапсула ведет непосредственно запись того, чего она видит. Но предпринять меры для того, например, чтобы взять из того источника биопсию, невозможно. И поэтому, получив ответ о том, есть ли проблема в тонкой кишке, снова приходит на помощь хирурги, и снова нужно обращаться за помощью к другим специалистам. Поэтому у нее есть свои минусы и свои плюсы. С какого возраста и как часто можно или нужно делать эти исследования, если ничего не беспокоит? Ответив на этот вопрос, можно сказать так, что есть две причины, по которым пациент может попасть к доктору на эти исследования. Первый из них – это наличие жалоб. Если есть жалобы, если человек понимает, что у него есть проблемы со стороны желудка, со стороны живота, в таком случае это и является показанием для того, чтобы провести эндоскопию. И этот возраст, он может быть как и у ребенка, это может пройти и у взрослого человека, и у пожилого человека. Если говорить о второй причине, то это причина, связанная с профилактикой. Профилактикой заболеваний, о которых мы не хотим говорить, о которых мы не хотим слышать. И я сейчас говорю о заболевании раки. Для того, чтобы его профилактировать, эндоскопические исследования можно проводить и без каких-либо жалоб только лишь с целью предупредить это грозное заболевание. Скажите, часто, чтобы сэкономить время, пациенты и ваши потенциальные пациенты, они идут заранее делать эту процедуру. А стоит ли заранее до визита к врачу делать гастроскопию или колоноскопию? Да, так как я и говорил, если есть жалобы, то можно обратиться первично сразу на эту процедуру для того, чтобы получить ответ и уже с ним идти к доктору-специалисту, который будет заниматься вашей проблемой и тем заболеванием, который нашел эндоскопист. Но бывают и случаи, когда первично пациент обращается все-таки к специалисту, например, к гастроэнтерологу, и гастроэнтеролог планирует тот этап лечения, дополнительного диагностического поиска и рекомендует эндоскопическое исследование. Грамотный специалист так или иначе будет требовать это исследование, потому как без него получить ответ о том, что является проблемой, наверное, невозможно. А заниматься причинами, которые кажутся являются и есть, это на данном этапе развития медицины не является правилом и это, наверное, даже исключение. Поэтому нужно всегда подтверждать свои предположения исследованиям. И это эндоскопия. Скажите, вот сейчас задам вопрос, который, наверное, задают вам каждый, придя к вам. Это больно гастроскопия, колоноскопия? Наркоз нужен? И в каких случаях он нужен? Для тех людей, которые перенесли эту процедуру 10, 20, 30 лет назад, наверное, всегда будет ответ, да, это неприятно, это больно, это дискомфортно. Сегодня есть возможность выполнять такие процедуры двумя способами. Один из них наиболее комфортный тогда, когда пациент спит, его вводят в медикаментозный сон пациента, он ничего не запоминает, он уснул, прошло исследование, проснулся с хорошим настроением, без никаких эмоций. Для этого есть свои показания. Если все-таки есть желание и есть необходимость провести исследование без внутривенной седации, без наркоза, в таком случае можно провести исследование комфортно и качественно. Это будет зависеть, конечно же, и от компетенции доктора, это и будет зависеть от того, какой метод был выбран для определения проблем. Например, сегодня гастроскопию, осмотр желудка, можно проводить не традиционным способом, к которому мы привыкли, не проводить его через рот, а выполнять его через носовые ходы. Да, это сейчас современно, это сейчас выполняется, и да, я делаю такие исследования. На первый взгляд, наверное, кажется это страшным, что что-то через нос будет проходить. Но предварительно подготовив носовые ходы, обезболив их, можно спокойно провести исследование, осмотреть полностью те органы, которые мы должны осмотреть, а это пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку, и при этом, что не странно, пациент может в ходе процедуры спокойно разговаривать, как мы с вами сейчас, говорить о том, комфортно ему или нет, появляются ли какие-нибудь жалобы, и если есть у доктора какие-либо уточняющие вопросы, он может их задать, а пациент спокойно может о них ответить. И при этом нет вот того страшного и неприятного симптома, рвоты, отрыжки, неприятных срыгиваний, и это сейчас комфортно. Эти процедуры, процедуры гастроскопии и колоноскопии требуют специальной подготовки? Если да, то как правильно подготовиться к ним? Конечно, исследование нужно проводить подготовленным. От того, как подготовится пациент, будет зависеть то качество процедуры, которая все-таки пройдет, и те результаты, которые он получит по итогу. Если речь идет о гастроскопии, то подготовка заключается в том, чтобы пациент пришел натощак. Как правило, это восемь часов голода, после чего можно спокойно проводить исследование, и желудок будет чист. Для колоноскопии история совсем другая. Колоноскопия требует подготовку более тщательную. Она заключается как минимум в трехдневной подготовке, в которой включает себя соблюдение диеты, ограничение некоторых продуктов и прием слабительных препаратов, те, которые позволят очистить кишечник и правильно подготовиться к предстоящей процедуре. И то, как он будет подготовлен, как я уже сказал, будет зависеть результат. Потому как сегодня мы можем видеть любые изменения, и даже те, которые имеют размеры 1-2 миллиметра, найти воспалительные очаги, которые скрыты, казались бы, при плохой подготовке, а при хорошей, они будут видны. И при качественном исследовании можно будет целенаправленно, точечно взять необходимый материал, биопсию из этих органов. Как облегчить эндоскопическое исследование, чтобы пациенту было комфортно? Есть несколько тоже позиций того, как нужно провести исследование, как правильно подготовить пациента, то, о чем мы с вами говорили. Но я считаю, что очень важным является момент того, когда пациент только пришел к тебе на прием, тот момент, когда нужно рассказать, что же все-таки предстоит. Многие не успевают этого делать, многие не хотят этого делать, но важно сказать пациенту в лицо, то, что ему предстоит. Сказать о том, какой будет этап, будет ли это больно, как долго это будет проходить. Самое важное объяснить то, для чего вообще это нужно. Если пациент пришел только лишь для того, чтобы сказать, что я сделал эту процедуру, ну это другой вопрос. Если нужен результат, то нужно осматривать детально, на это уходит всегда время. И для того, чтобы, опять же, облегчить ту предстоящую процедуру, лучше об этом сказать напрямую, чтобы пациент был готов. Может ли врач пропустить что-то на эндоскопическом исследовании? Я думаю, что на этот вопрос стоит ответить следующим образом. Каждый из людей может допускать ошибки. И врач это тоже человек. Да, это так. И допустив эту ошибку, важно понимать то, почему она произошла. Сделать соответствующий вывод о том, что привело к этой ошибке и постараться не допустить ее в следующий раз. И, наверное, это будет правильным ответом на ваш вопрос. Какие болезни сегодня наиболее часто встречаются при эндоскопических исследованиях и встречаются ли они, когда человек просто приходит профилактически на это исследование? Действительно, есть группа пациентов, которые приходят с целью профилактики, есть те, которые приходят с жалобами. Наверное, стоит сказать о том, какие жалобы все-таки являются поводом для обращения. И уже, соответственно, им будет понятно, какие болезни они вызывают. Для осмотра, если говорить о тех органах, которые находятся в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка, пациентов чаще беспокоят вздутие, пациентов беспокоят изжоги, боли в области верхней части живота. И в некоторых случаях это неприятный привкус во рту. Иногда пациенту тяжело глотать. А у некоторых пациентов есть такой симптом, который говорит о проблеме, связанной с желудком, тогда, когда он есть небольшую порцию, а ощущения откладываются от того, что он уже сел много. И это является поводом для обращения на процедуру, которая называется ЭГДС. Есть проблемы со стороны толстого кишечника. Это те же самые вздутие, это наличие запоров, либо наоборот, если говорить о неоформленном стуле, это следы крови в стуле. Очень грозный симптом. Если он есть, это обязательное колоноскопическое исследование для исключения как раз-таки тех злых заболеваний. Рака, который сейчас является очень распространенным и является сейчас лидирующим среди всех онкологических заболеваний, которые могут встретиться у человека. Поэтому важно предупредить это заболевание. Что немаловажно, о чем стоит сказать, что на фоне своего развития ни одно злокачественное новообразование не вызывает никакой симптоматики. Пациент никогда не чувствует о том, что-то растет у него в кишечнике, в желудке или в любом другом органе. Он этого не воспринимает, не ощущает, потому как нет никакой симптоматики. И только лишь на фоне уже развившегося, имеющими осложнения заболевания, появляются жалобы. Такие, как кровь в стуле, такие, как запоры, такие, как вздутие. И это звоночек, который требует немедленного обращения к доктору-гастроэнтерологу, либо сразу к эндоскописту. Что делает эндоскопист, обнаружив проблему в толстой кишке? Если заболевание характеризует себя как воспалительное, в таком случае можно взять биопсию, и это нужно сделать. Это является обязательным требованием сейчас, и соблюдая протокол, и соблюдая здравый смысл. И в таком случае, получив результат по этой биопсии, можно четко сформулировать ту причину, которая вызвала ее, и лечить ее целенаправленно, четко, с понятием того, что все-таки хочет по итогу получить доктор, и какой результат получит пациент. Но бывают и случаи, когда в ходе исследования обнаруживается новообразование. Что я имею в виду? Это полипы, это аденомы, это то, что вызывает, безусловно, развитие из последующих этапов рака. И когда я их обнаруживаю, я могу определить, благодаря тому современному оборудованию, которое сейчас есть, определить его структуру, понять, является ли он действительно доброкачественным. И это сейчас очень помогает в исследовании. Я могу сразу определить эту причину, и определить, то является ли он тем или иным полипом. И если я понимаю, что он доброкачественный, если я могу его удалить сразу, я могу предпринять меры по его удалению. Какие, об этом можно будет поговорить в следующей рубрике, на этот вопрос можно будет ответить более раскрыто. Но суть остается в том, что сейчас принято не брать биопсию из новообразований, не ждать того, что из него что-нибудь вырастет, а сразу удалять в ходе осмотра все выявленные новообразования. А если все-таки было найдено какое-либо крупное, либо уже новообразование, имеющее в себе структуру злокачественного, тогда из него берется биопсия для подтверждения типа этого злокачественного образования. И уже на помощь приходят доктора-онкологи, хирурги. Техсауна Сесупка Ибулаевич, если вы обнаружили у себя хоть один из перечисленных симптомов, то это повод обратиться к врачу-эндоскописту или гастроэнтерологу. Будьте здоровы!